В Ненецком округе подходит к завершению кампания по временному трудоустройству подростков. В летний период заработать личные средства смогли более 1200 несовершеннолетних. Кампании по трудоустройству школьников в летние месяцы приняли участие 87 учреждений и организаций региона. Количество организаций, желающих взять на временную работу несовершеннолетних, с каждым годом растет. Лидеры по числу трудоустроенных подростков – Ненецкая окружная больница, клуб активного отдыха «Белый лис», общество с ограниченной ответственностью «Сервис НАО», комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию и муниципальное предприятие «Коммунальщик» в поселке Красное. Были те работодатели, которых нам приходилось, скажем так, уговаривать, что возьмите. А потом, после первого месяца, когда работодатель отработал, в общем-то, видимо, он проникся. И, собственно говоря, в последующем месяце уже сам заявлял, что давайте мне еще детей. Это, в общем-то, эффективно, полезно для нашей организации. Дает возможность отправить в отпуск где-то своих сотрудников, потому что дети далеко не всегда выполняют какие-то подсобные работы, не всегда занимаются высадкой цветов и благоустройством. Где-то дети, в общем-то, выполняют функции и телопроизводителя, где-то они работают и дворником. То есть, по сути, это дает возможность отпустить своего основного работника в отпуск без, в общем-то, потери качества работы организации. Всего трудоустроиться на время каникул смогли 1223 подростка. Еще 25 школьников будут работать до конца текущего года в свободное от учебы время. Это те, кто по каким-либо причинам не смог поработать в летний период. За месяц, наверное, до Нового года нам начинают уже поступать заявления, заявления анкеты о том, что, в общем-то, есть желание и готовность работать. У нас ведь дети не всегда работают только в летний период, в каникулярное время. У нас в этом году подростки работали и в феврале месяце, и в апреле месяце. То есть, это, в принципе, свободное от учебы время. Главное, чтобы эта деятельность не мешала, собственно говоря, учебе. На трудоустройство несовершеннолетних в период летних каникул в окружном бюджете предусмотрено более 34 миллионов рублей. За полный рабочий месяц каждый несовершеннолетний получает заработную плату в размере около 21 тысячи рублей. За трудоустройство подростков на время летних каникул работодателям возмещают понесенные расходы в размере 0,7 ставки. А также расходы на заработную плату сотрудника, неиспользованный отпуск при увольнении и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. Александра Литкова, Владислав Ткачев, Телеканал Север.